итак все еще болгария остановились мы в отеле в городе не сэбр и поскольку мы были на своей машине то через день мы выезжали в разные места на дневную экскурсию в этот раз мы утром выехали в город Созополь по-болгарски произносится без мягкого знака Созопол Созополь находится в 34 километрах от Бургаса а Бургас самый большой город в юго-восточной Болгарии четвертый по населению стране после Софии Ловдива и Варни столица Болгарии город София это если кто не знал а 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 Созополь расположен на небольшом полуострове в Черном море. Созополь – это старейший болгарский город на Черноморском побережье. Первое поселение в этих местах возникло еще в 4-3 тысячелетии до н.э., а это, собственно говоря, Бронзовый век. В 610 году до н.э. на этом месте была основана греческая колония Аполлония, названная в честь бога Аполлона, и воздвигнута 14-метровая статуя Аполлона. Аполлония 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 Аполлона Аполлония Аполлона Аполлония Аполлония Аполлона. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Ну ты не боишься там стоять, на таком краю? Что-что? Слава самоубийцам! Такие края становятся, что просто жить! Слава самоубийцам! По опеке финиста можно класться еще к самому краю. Я думаю, что когда до видео ты не буду впечатлять... Нет, конечно. Это 3D должно быть. Купай камеру 3D тогда. 3D? Да, 3D. Ладно. Мы с Азокли, это замечательно. Мы приехали и стоим на этих красотах. Когда еще придется? Да. Ну, проездом в Грецию только что. Это будет явно мимо. Освежить воспоминания потом. Конечно. Но сейчас-то хорошо. Сейчас хорошо. Да. Осторожно, Женя, споткнешься. У-у-у! 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 Субтитры создавал DimaTorzok В 1972 году до н.э. римский полководец Марк Теренци Варон Лукул захватил и разрушил Аполлонию, а вышеупомянутую статую вывез в Рим, где она и пребывает до сих пор. Во время русско-турецкой войны в 1828 году-1829 турецкая крепость Созополь была взята отрядом из русских линкоров. План взятия крепости был одобрен лично императором Николаем I. 500 русских десантников высадились на берег. Завидев их турецкий гарнизон, а это было 1600 человек, покинул Созополь. Глава турецкого гарнизона Хамиль Паша был взят в плен. Турецкие войска предприняли попытку вернуть Созополь. Штурм крепости продолжался весь день, но был успешно отбит совместными силами русской армии и флота. Долгое время Созополь оставался греческим городом. Старинная часть города – это архитектурный заповедник. В ней преобладают построенные в 19 веке деревянные дома рыбаков. Иногда встречаются каменные жилые дома, построенные в начале 20 века. В целом, старый город напоминает старую часть Несебра. Однако старый Созополь гораздо камернее и хуже приспособлен для туристов, так как большинство домов занимает не кафе, не рестораны и сувенирные лавки, а жилые помещения. Редактор субтитров А.Семкин И вот вам интересный факт. В 2012 году при проведении раскопок в Созополе были открыты два средневековые захоронения. Грудная клетка скелетов была пробита железными клинями. Такие меры предосторожности в старину предпринимались в отношении предполагаемых вампиров, для того, чтобы они не восстали из своих могил. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА